привет друзья ну надеюсь у вас уже полноценная весна по крайней мере когда вы доберетесь до этого видео я думаю наш канал является наверное единственным в своем роде кто отвечает на такие вот вопросы и поддерживает прямой диалог со своими зрителями отвечает на вопрос об оружейной индустрии пожалуйста для того чтобы ваши вопросы до нас доходили и не терялись старайтесь писать их не в комментариях заходите на главную страницу канала поднимайтесь наверху находите закладку сообщества или у кого англоязычная англоязычный браузер будет написано community и там мы вставляем основные темы в которых можно писать оставлять свои вопросы это помогает нам находить их в одном месте и соответственно ну я надеюсь они тогда не потеряются может быть мы отвечаем не на все вопросы но на самые интересные стараемся отвечать всегда кроме того практически без исключения отвечаем на вопросы наших спонсоров кто поддерживает нас на пусть и патреон ссылка в описании в самом верху так что я надеюсь технической части мы с вами разобрались и можем приступить напрямую к вашим вопросам алекс овс пишет скажите свое мнение оба кс 74 у об укороченном автомате они можно очень много говорить ребят на самом деле появился он в семьдесят девятом восьмидесятом году там пока весь процесс приемки шел запуска производства и так далее то есть на рубеже восьмидесятых годов по сути это было развитием известность тема к 74 все понятно в этом плане я вполне поддерживаю эту тему я считаю что унификация как по боеприпасу так и по так сказать и по управляемости по обучаемости и по каким-то хотя бы частично по каким-то компонентам это всегда здорово заполнял он тему известную сейчас как pdw personal defense weapon то есть оружие персональной защиты оружие не основного пехотинца а вспомогательного персонала гранатометчиков артиллеристов водителей условно там поваров связистов и так далее для кого их военные обязанности связь стрельба не является основной обязанностью он не стрелок не автоматчик не пехотинец поэтому так давайте теперь коснемся что же в нем такого особенного пробок из очень много нелестных отзывов и там так скажем всяких нелестных имен ему придает и так далее главным образом это связано с тем что не подготовлен неподготовленному стрелку гораздо сложнее попадать из него и обвиняют в этом в первую очередь то что бросается в глаза укороченный практически вдвое ствол но тут давайте разберемся смотрите при том что ствол укорочен с 415 миллиметров о к 74 до 206 с половиной о ксу ну то есть практически вдвое при этом начальная скорость пули падает не вдвое начальная скорость о ксу составляет ну примерно 80 с небольшим процентов от полноценного автомата то есть баллистическом плане он не проигрывает так радикально а теперь давайте коснемся другой стороны дело в том что с укорачиванием ствола очень сильно сократилась длина прицельной линии то есть вот эта длина от мушки до целика и для этого вы можете посмотреть для этого даже конструкторам пришлось выносить ее не максимально назад насколько они могли на крышку ствольной коробки из этого дизайн крышки изменил она уже не съемная качается на шарнире но тем не менее даже в этом случае при таком укорачивании длина прицельной линии к ксу ну условно 62 приблизительно 62 процента от длины полноценного автомата вот здесь ну да длина прицельной линии сократилась радикально и соответственно точность прицеливания если вы стреляете с механики сократилась заметно ну то есть вот минус 40 процентов и в механике это напрямую влияет на точность вашего прицеливания понятно наверное я объяснил почему так сказать есть основные проблемы с точностью прицеливания в свою очередь я использовал в своей практике акс 74 с коллиматорным прицелом где коллиматор нивелирует так сказать вопросы прицеливания и прекрасно использовал этот автомат на дистанциях там до 400 500 метров превосходно при том что он был очень компактный ну и понятно со всеми плюсами с этой стороны поэтому вот вам маленький так сказать секрет как это можно победить и мой взгляд на вещи кроме того мне в плане ксу хотелось бы коснуться еще одного не очевидного момента дело в том что но примерно в 2010 плюс-минус я сейчас точно не скажу примерно в этот период аксу был сертифицирована в украине как гражданский карабин но естественно с переделкой под одиночный огонь только ну понятно что этот вопрос там был определенным образом пролоббирован и таким образом он стал ну так условно скажем стал на вооружение некоторых частных подразделений охраны и естественно но для того для его использования нужен был какой-то патрон который тоже мог бы продаваться и находиться так сказать у этих специалистов охранников на легальных основаниях соответственно это не мог быть патрон со стальным сердечником и луганский патронный завод в то время он еще существовал и успешно работал луганский патронный завод запустил гражданскую версию этого боеприпаса то есть там не было стального сердечника пуля была полностью заполнена свинцом к чему это приводило пуля становилась тяжелее и в принципе в ксу она работала нормально дело в том что в ксу изначально еще в советский период шаг нарезов был изменен по отношению к стандартному автомату был короче для того чтобы на таком коротком стволике стабилизировать пулю максимально так вот когда тестировали и сертифицировали гражданские боеприпасы из-за этого автомата теперь уже карабина он нормально себя вел и был нормально стабилизирован но вот если применять этот же боеприпас на стволе так сказать с обычным шагом нарезов в длинном стволе то возникали проблемы когда пуля не стабилизировался начинала кувыркаться из-за этого были проблемы периодически происходят проблемы на различных арт-15 под столы с обычным шагом нарезов просто иметь это ввиду и я уж не знаю как там он назывался как карабин он в том числе какое-то их количество оказалось в украине на момент 2014 года и их не стали уничтожать или изымать в российской разрешительной системе их но приняли и каким-то образом тоже сертифицировали ну легализовали так что какое-то количество ограниченное по россии будет тоже окей я думаю по аксу я более чем достаточно ответил на ваши вопросы тигры ти йотер задает вопрос по поводу улучшенной затворной группы от компании ломти называется энхэнст болт кейр группы энхэнст переводится как улучшены в чем отличие ну или на и общее мнение общее мнение если коротко стоит своих денег однозначно в чем принципиальное отличие давайте разделим отдельно по затвору отдельно по затворной раме первое по затвору ну во первых энхэнст болт делается из другого материала если традиционный болт изготавливается из стали 9310 хорошая в принципе сталь никаких вопросов по по государственным спецификациям идет там специальная марка стали carpenter но по сути это тоже самое то на болтах энхэнст применяется специальный вид стали аэромат это уникальная сталь она насколько знаю она даже запрещена к экспорту из страны гораздо прочнее радикально лучше там по всем параметрам и механическим и коррозионная стойкость все в купе это первое так сказать материал лучше второе сглажены многие переходы то есть нет таких ярких но давайте так посмотрим на обычный затвор там где боевые упоры прилегают к телу затвора то есть традиционные затвор имеют ну практически условно почти прямой угол на энхэнс болтах радиус как правило введен который позволяет снять стрессовые нагрузки концентрацию напряжения в этих местах соответственно делает боевую упору несколько прочнее это конечно явный плюс хотя компания ломти сейчас эту фишку начинал по моему вела уже и на своих основных затворах тут так сказать они уже одним вели в чем следующее отличие давайте посмотрим проблема решена одна из одна из проблем выбрасывателя на винтовках ар-15 дело в том что еще в третьей серии вопросов-ответов кому интересно переходите посмотрите рассматривался вопрос особенности выбрасывателя ар-15 дело в том что он имеет очень мало места и по этой причине имеет очень маленькую короткую пружину которая работает в очень тяжелых условиях из-за этого в ходе так сказать эволюции ар-15 вводились различные модификации меняли пружины вводили внутренний резиновый вкладыш потом дополнительное колечко вводили но как только не боролись чтобы поднять ресурс жизни этой пружины но по сути технически на уровне дизайнера конструктора сделано на мой взгляд не очень удачно просто не очень мало места что сделали в энхэнста болте давайте посмотрим вот два из них светленький такой это энхэнст черный это вот обычный обратите внимание у него у выбрасывателя задняя часть расширена здесь стоит две возвратных пружины а кроме того поскольку они разнесены в бок относительно ударника который проходит посередине то у них получилось больше места и теперь длина пружины но так сказать работает на всю так сказать на все тело затвора больше длина пружины больше ресурс и и службы она работает не в таких тяжелых условиях это это плюс что еще на некоторых затворах не на всех энхэнс болты ну например на 308 энхэнс болтах есть два отражателя давайте посмотрим вот насколько хорошо видно два плунжера видите тоже это повышает надежность и кроме того повышает надежность работы в затрудненных условиях и в условиях работы с глушителями когда отражение гильзы происходит не совсем старт на стандартных скоростях это имеет плюс следующий момент чем отличается затвор давайте посмотрим вот здесь вы можете увидеть на наружной поверхности таких такой как бы канавку по крому для меня вопрос но как бы такое техническое решение не однозначно но по объяснением автора этого затвора и учредитель ну собственника компании ломтили карла рюиса он говорит что это позволило перераспределить нагрузки и меньше деформировать боевые упоры тяжелых условиях ну поверим наверное люди знают что делать еще один момент один из упоров который находится напротив выбрасывателя вот мы видим что у нас в принципе все затворы оси симметрично все упоры оси симметрично упор который находится напротив но один из упоров срезан потому что понадобилось место под выбрасывателя так вот упор который находится напротив выбрасывателя если вы обратите внимание он такой немножко срезанный для чего это сделано чтобы выровнять симметричность нагрузок и более равномерно нагрузить все боевые упоры говорят это работает следующий момент давайте коснемся затворных рам в чем разница затворных рам рам могут быть как черные так и покрытые хромом и так и так бывает конструктивно это для нас ничего не меняет в чем отличие ну во-первых так называемый кампин кампин слот это слот который вот позволяет вращаться затвору он сделан более сложной геометрией с более плавный то есть поворот набор скорости разгон происходит более плавно не так что подошли к наклонной поверхности и резко начали крутить а там такой плавный переход постепенно его раскручивает лучше с точки зрения динамики меньше потери скоростей нет такого удара как бы с отражением импульса и естественно выше срок службы потому что более плавные переходы везде идут следующий момент чем отличается если пардон если обычная затворная грамма рама имеет впереди плоский так сказать скос прямую поверхность которая на ударяется в переднем положении то enhance затворная рама имеет я не знаю насколько здесь будет видно давайте попытаемся насколько камера сфокусируется видно у нее есть такой маленький конус от от основного тела вперед во внутрь ну такой конус не знаю может быть на 308 затворе затворной раме будет видно чуточку где бы тут так увидеть будет может быть видно чуточку лучше вот такой как бы конус для чего это сделано ну во первых это несколько усиливает затворную раму вот в передней части где у вас очень тонкая перемычка между кампин пазом и передней поверхностью вы просто добавляете больше металла второе этот конус заходя в barrel extension в муфту боевых упоров обеспечивает самовыравнивание затворной рамы соответственно у вас ну как бы они более точно в оси друг относительно друга становятся это потенциально улучшает точности либо ну а также уменьшает какие-то задержки из-за перекосов открывающихся поверхностей вот так наверное с этим почти почти все мы рассказали есть еще маленькое отличие если на традиционной затворной раме направляющие которые по которым она движется вот такие длинные и соответственно так сказать поверхность 3 не увеличивается то на энхэнс варианте они короткие знаю попытаюсь вот так вот сделать если не получится я приложу отдельную фотографию они коротенькие поверхности трения меньше вероятное загрязнение меньше потому что они касаются только в этих точках во всех остальных грязь просто проваливается в образующийся паз отличие есть еще небольшое но уже не у энхэнс затворных рам а так просто чтобы уже так сказать закрыть вопрос полностью у газ пистон систем они имеют дополнительные направляющие вот здесь вот сзади но это для того чтобы поскольку пистон работает на перекос чтобы вот в этом месте поддерживать его выравнивание надеюсь затворными рамами мы вопрос закрыли переходим к следующему следующий вопрос задает человек с ником колбаса копченая это ваш выбор ваш ник хотелось бы однажды услышать ваше мнение относительно ар-18 могла ли она занять место м16 в силу своей меньшей стоимости и технологичности как мне кажется больше смотрите ар-18 на самом деле да интересная система по-своему давайте так в чем ее особенность и в чем может быть преимущество относительно винтовок ар-15 ну и кто-то там знает м16 как военный вариант вот ар-15 в чем плюс принципиальный винтовка может иметь складной приклад это большой плюс в м16 это практически невозможно из-за того что затворная рама при перезаряжении заходит в трубу приклада так называемый бафа бафа ртюб труба буфер но соответственно сложить приклад невозможно каким образом добились этого на ар-15 тем что перенесли возвратную пружину разбили ее на одну большую на две маленьких и разместили ее по бокам сверху и по бокам слева справа относительно затворной рамы позже многие копировали так сказать эту идею zig m6 использует примерно такой же вариант сейчас но так сказать в новом варианте реинкарнации какой-то это перенос пружины позволяет отказаться от приклада ну либо сделать его склады плюс да конечно плюс в чем недостаток с одной стороны пружинки короткие потому что вы ограничены длиной ствольной коробки и перепад у пружины есть такой параметр даже не знаю как вы по-русски корректно нажать но параметр сжатия степень сжатия то есть от полностью разжатого состояния до полностью сжатого во сколько раз она пересжимается то есть условно говоря если у вас пружина сжимается в три раза она прослужит меньше чем пружина которая сжимается там например только на 10 20 30 процентов понятно по этой причине например в автомате калашникова возвратная пружина размещенная над выше оси ствола имеет продолжение максимальный вперед тем самым вот если бы вот здесь располагалась вот обычная пружина и работала вот в этом диапазоне вот давайте так вот покажем то у нее степень сжатия была бы одна там а когда у нас такая длинная пружина при том же самом ходе то степень сжатия меньше пружина служит дольше кроме того маленькие пружинки но сами по себе по определению находится в более жестких условиях это нехорошо да возможно если вы можете себе позволить менять эти пружины там после определенного количества на стрела ну бога ради вы тогда может быть и не заметить ничего на сегодня ар-18 произошла такая еще реинкарнация компания бронус начала производить ее под обозначением ар-180 но просто 18 и нолик еще дополнительный сзади немножко не прямая копия не один в один но с очень большой степенью сохранения старого днк ну просто на уровне новых технологий для любителей не знаю насколько много них продают но на каждом шут-шоу они рекламируют эту винтовку могла ли ар-18 вытеснить м-16 но дело в том что военный механизм он очень консервативный ар-15 так сказать м-16 насколько вы знаете до сих пор полностью не вытеснена хотя уже было много попыток принести новые винтовки и эскары принимались на вооружение в американской армии но не для всей армии а для только для рейнджеров насколько я знаю и буш мастер эсиар ну пардон буш мастер эсиар это винтовка которая выпускается в гражданском на гражданском рынке а ее вариант ремингтон потому что буш мастер и ремингтон это один холдинг а ремингтон выпускал ее для военных но тоже не смогли они полностью вытеснить очень рутинный механизм но это примерно как в россии автомат калашникова чтобы вы не делали но это будет такой локомотив который ну так просто никто не спихнет так что об особенностях я думаю мы рассказали следующий вопрос антон бисеров задал несколько вопросов сразу поэтому давайте я называть буду по частям приходилось ли лично сталкиваться с консерватизмом среди конструкторов оружейников особенно советской школы рассказами о превосходстве своей оружейной школы над чужой как реагировали на это встречали встречали ли такое за рубежом смотрите мне кажется все конструктора как оружейники так и автомобилисты и авиастроители они все люди достаточно амбициозны и далеко не все из них могут вот эту гордыню в себе победить поэтому мне кажется это интернациональная проблема практически во всех странах ну может быть где-то народ в силу просто общей сдержанности привык себя держать в руках и так сказать более корректно общаться а так это есть везде и в советской школе в том числе и увы я недавно разговаривал с одним из коллег из россии задавала вопрос слушай но вот смотри пока там старики еще живы возьми у них интервью ведь официальной истории многих вещей нет мы никогда них не узнаем если не успеть вот так сказать собрать эту информацию людей пообщайся будет я пробовал не получается почему ну говорит как люди объясняют если говорить правду получится очень слишком много грязи а это просто делать не хочется и это вот на самом деле такой очень больной вопрос в истории короче говоря есть такой момент давайте перейдем к следующему вопросу если место оружейникам самочкам со времен в современном мире или обязательно нужно профильное образование приходилось ли работать с такими людьми и какой это был опыт но смотрите у меня есть целый плейлист называется хочу быть конструктором во первых посмотрите кстати этот плейлист там очень много сказано о разных моделях психологических как бы моделях поведения людей в этой области до самоучек много могут ли они чего-то добиться да могут в штатах я рассказывал оружейной школы инженерной именно нет вообще и практически все кто работает в этой области это просто механика инженеры механические инженеры с базовыми знаниями которые доучивались каким-то специфики особенностям оружейной индустрии оружейного дизайна уже в ходе своей работы при этом многие из них ну довольно неплохо неплохие конструктора бывают интересные вещи дают у них просто хорошая базовая школа нужно иметь профессиональное образование я бы очень рекомендовал его иметь потому что но эта специфика своя недостаточно быть просто хорошим инженером я отдаю себе отчет что если я приду в автопром то вряд ли я смогу построить формулу один или даже хотя бы просто нормальный какой-то там полноприводной трак надо знать очень много специфики из этой отрасли что люди делали до тебя вариант что вы как самоучка там случайно пальцем небо в небо ткнете чего-то добьетесь но знаете это как играть в рулетку теоретически такое возможно а на практике теорию вероятности никто не отменял в этом плане если там начинаются разговоры о мокле калашников как самоучка чего-то добиться так вот я вам скажу он с одной стороны самоучка с другой стороны но давайте будем честны все что он делал до того как начал работать на чаровском полигоне но это в общем были поделки такие же как других самоделкинах именно работа на чаровском полигоне возможность сработать со знаниями накопленными до него с анализом по всем образцам которые испытывались на полигоне вот это большое дело вот это очень многое дало и тут я пардон и опять-таки вас отошлю уже давно несколько лет назад снят цикл секреты надежности автомата калашникова конкретно первая серия там вообще именно про это про то как как именно наличие школы ему помогло рекомендую просто перейдите посмотреть окей следующий вопрос adios это роз почему больше не используется отражатель гильз выполненный из направляющей возвратной пружины как это было в ппс-43 пистолет пулемет судаева ведь это сильно удешевляет конструкцию тем более что все больше компании переходит на изготовление ствольных коробок методом экструзии давайте поясню дело в том что в пистолете пулемете судаева да у него там такие что как штыри можно сказать направляющие и один из них является одновременно отражателем стрелянной гильзы то есть по мере движения затвора назад этот палец выходит и разворачивает отражает выкидывает гильзу можно так применить да можно но давайте поймем одну вещь чем длиннее у вас такой штырь но по соотношении длинных диаметру тем выше требования к его жесткости ну я думаю вы согласитесь что согнуть короткий цилиндрик гораздо сложнее длинное удилище и поэтому тем если тем более система работает в режиме ударных нагрузок это наверное не очень хорошо наверное ответил почему хотя ну как то как то применять можно конечно следующий вопрос мистер торум возможно сможете рассказать как получилось что помимо модульности российскую стрелковку начала обходить и унификация а именно вал в сс а с ними и 9а 91 войска 94 выполнены не на базе рк платформа неплохой вопрос давайте по частям первое когда создавался вал винторез комплекс но опять таки я сейчас это из области легенд которых ответы на которые я не нашел официальных документов но одно из требований заключалась в том чтобы в случае утери этого оружия на территории противника а это предполагалось изначально задача как оружие разведывательно диверсионных групп чтобы в случае его утери трудно было его идентифицировать и привязать к советскому союзу на тот момент а это еще было в советском союзе это была середина восьмидесятых более того я на первых образцах с которыми я работал как бы имел дело на них даже аббревиатура серийные номера наносились не кириллицей там не не кириллическими буквами а латиницей вот так по внешнему по внешнему дизайну если вы посмотрите вал винторез по затвору но это многолучевой затвор что-то типа ар-15 по системе применения ударникова инициирующего механизма это чем-то напоминает чешский vz-58 то есть это такой вот клубок непонятно чего что даже если бы их нашли было бы трудно их чего-то привязать это отдельно о них следующий вопрос это 9а-91 и вск-94 это детище кбп конструкторского бюро приборостроения тула в то время там так сказать работала такая легендарная связка грязево-шапунова два на самом деле уникальных человека один конструктор другой менеджер которые прекрасно взаимодействовали не грязя друг другу горло за что им честь и хвала вот прекрасный тандем в какой момент они занялись этим оружием они начали этим заниматься в начале девяностых но собственно наверное и название 91 в индексе 9 а 91 9 это наверно калибр 9 миллиметровый автомат 91 скорее всего год вск-94 это винтовочный снайперский комплекс 94 года то есть это вот начало 90 что происходило в то время для понимания советский союз развалился предприятие оборона промышленного комплекса остались без государственных заказов и искали возможность зарабатывать на чем угодно в том числе но решили если трудно продавать дорогое оборудование там какие-то зенитные комплексы автоматические пушки и так далее ну давайте попробуем что-нибудь более простое в области стрелкового оружия у них не было своей базы по производству автоматов калашникова кбп никогда этим не занимался и поэтому у них не было привязанности именно к этой системе кроме того они прекрасно знали что производство автомата калашникова это на секундочку не совсем технологии технологии френдли не совсем дружественные для технологий процесс там была масса проблем с штамповкой ствольной коробки там не вы если вы посмотрите ствольная коробка к она не такой не параллелепипед а такая как призма то есть там впереди сзади разное расстояние а у туликов все такое на обычном листогибочном аппарате можно это все согнуть даже в гараже если у калашникова достаточно сложной деталью является вот затворная рама мы как-то об этом уже не раз говорили то есть это сплошной такой кусок металла который надо фрезеровать даже если вы делаете это из паковки но тем не менее там чистить это все нужно это сложно крюки сделали проще они сделали сварную конструкцию из простых элементов ну короче говоря они отталкивались из своего оборудования и как это сделать проще и дешевле и надо отдать должное на тот момент они де-факто решили очень серьезную проблему я напомню россия в то время вела я уж не знаю как сейчас это называется война не война какая-то была операция но тогда шли боевые действия в числе и наблюдался дичайший дефицит бесшумного оружия особенно если валы винтереза хоть как-то присутствовали военных то среди спецподразделений мвд бесшумного оружия не было практически вообще и соответственно именно мвд массового скупала эти системы и тем самым насыщала так сказать начал насыщала свои спецподразделения там дефицит был настолько жесткий что применялась даже бесшумная система оц-14 это такой франкенштейн буллпап из автомата калашникова очень на мой взгляд неудачный по многим параметрам можно в нем долго говорить но на тот момент применяли даже их на безрыбье как говорится и рак рыбы ничего не поделать долго наверное о нем давайте дальше тут же мистер туром задает вопрос имел ли на ваш взгляд хоть какой-то смысл в разработках пистолетов и патрона 9 на 21 кажется далеко это не уехала ну смотрите насколько помню 9 на 21 это тема которой занимался комитет госбезопасности я уж сейчас по годам точно не скажу там менялась это название с годами из комитетов всякие федеральные службы переименовывали несколько раз там фсб это кстати говорят а сейчас там крайнее название там в промежутке еще было несколько названий это была их тема это вероятно это было оправданно именно для них когда им нужно было компактное оружие для работы в адресе что называется но при этом с возможностью бронепробития легких бронежилетов узкая нишевая задача совершенно на мой взгляд не какой-то армейский пистолет и соответственно они не совсем переживали за то что у них нет унификации с базовым патроном потому что но логистика у них немножко другая они приехали в микроавтобусе выполнили задачу собрались уехали то есть они так сказать на тот момент как бы задача сидеть там месяцами в окопах не стояла но на то и спецподразделения нужно ли этот 9 на 21 для всех на свете мое мнение нет кроме того у нас как-то в вопросах и ответах уже был ролик когда мы говорили про пистолет гюрза на мой взгляд это перри пистолет точно так же как и маузер 96 что я имею ввиду обычный пистолет для меня это оружие которое стрельба на предельно коротком расстоянии а значит критично важна скорость повторного выстрела овер пистолеты это такая штука которая стреляет бабах и вы там долго возвращайтесь на место пока сможете произвести второй выстрел да они позволяют стрелять далеко до трассерами мы достаточно эффективно стреляли на 200 метров но для именно вот скорострельного боя когда там не то что на секунду счет идет она долю секунды я бы предпочел что-то более управляем но это мое субъективное мнение возможно у специалистов в конторы какие-то свои взгляды это их дело следующий вопрос юрий седов в одном из видео вы сказали что медные точеные пули при одинаковых размерах с классическими пулями имеют меньшую массу и более низкий баллистический коэффициент да это так я так и говорил вопрос при одинаковой массе точеная пуля должна быть длиннее классической пули с более высоким пока правильно ли я понимаю медные точеные пули являются так долго слушайте мы опять возвращаемся к старому вопросу поскольку медные пули по определению легче чем свинцовые то либо вы теряете вес пули при той же самой геометрии а соответственно когда мы с вами проталкиваем пули но один и тот же диаметр через воздух там где будет больше веса там она больше будет иметь инерционность и меньшее сопротивление она легче протолкнет перед собой этот воздух если же вы попытаетесь в из легкого материала получить тот же самый вес да вам нужно удлинять пулю к чему это приводит вам нужно больше закручивать твист чтобы стабилизировать эту пулю пули длиной больше пяти калибров но это такой условным где-то предел возможно я понимаю что он может наверное вы где-то варьировать при современных знаниях и может быть так свет барьер удастся потихоньку отодвигать но тем не менее возникают трудности со стабилизации этих пуль кроме того медных но очень сильное меднение так кстати здесь возникает второй вопрос тоже юрий седов задает зачем на точеных пулях делают поперечные проточки это просто для снижения трения в стволе или что-то еще до снижения трения и в какой-то степени попытка снизить омеднение проблема этих пуль они страшно омедняют стволы ну потому что ну прям мягкий материал трется и тонким слоем наносится в стволе следующий вопрос брюс вейн константин не могли бы рассказать о способе подачи патронов в обратную сторону при откате видел такое на каком-то пистолете давайте поясню есть такой пистолет бобер от него все движется есть пистолет шевченко или был по крайней мере в украине суть в чем патрон из магазина не выталкивается вперед а наоборот в момент отката вытаскивается назад из магазина поднимается на линию досылания потом досылается вперед с моей точки зрения ну красиво оригинально вопрос зачем это нужно одно из объяснений было что но в этом случае мы условно поставили получаем пистолет bullpup мы тем самым сокращаем длину пистолета целый потому что мы можем удлинить ствол который будет над магазином ну разница для пистолетов длине там на 20-25 миллиметров ну вы знаете мне кажется это теоретическое преимущество потому что существует куча пистолетов с разной длиной стволов и в 3 и в три с половиной дюйма и в 4 в 4 с половиной 5 там ну на любой вкус и цвет я честно говоря когда я стреляю я не чувствую радикальной разницы между там стволом в 4 дюйма или в четыре с половиной но не принципиально для меня гораздо важнее насколько там в целом эргономика хорошо сделано сколько его удобно держать насколько там динамика отдачи комфорта вот это мне важнее что касается укорачивания но имейте ввиду то есть как ровно как вы укоротили точно так же вы его делаете выше в длину потому что у вас теперь магазин под стволом не не так сказать не на уровень с ним выглядят но условно на уровень я сейчас не придирайтесь а под ним ну хорошо вы увеличивайте длину ну то есть мы от кафтана отрезаем в одном месте добавляем в другом а в чем есть физическое ограничение дело в том что еще на пистолетах боберг столкнулись с тем что если патронами достаточно тяжелую пулю то в момент перезаряжания когда затвор резко набирает скорость вот при этом ускорение были случаи распатронирования боеприпаса когда пуля оставалась в магазине а гильзу срывало и вот это все засыпало порохом с этой точки зрения было наверное не очень хорошо это так вкратце о таких системах еще один так следующий вопрос игорь орлов вопрос такой в пистолете пулемете со свободным затвором при прочих равных первым подача патрона в патроник что-то мы здесь потеряли наверное окей дальше второй вопрос в общем работа автоматики будет надежнее при бутылочной или цилиндрической гильзе ответ при цилиндрической гильзе вопросы как извлечение гильзы так и досылания более оптимальны это не зависит от того свободного затвора или какой это в целом вопрос так сказать геометрия при досылании я уже приводил но давайте здесь повторю картинки вот картинки где досылается патрон 350 legend длинный цилиндрический патрон и при вхождении его в патронник приходится очень сложно выравнивать боеприпас это приходит нескольким соударением пока патрон полностью выровняется и найдет свое место аналогичная система под калибр 556 пуля меньшего диаметра легко входит в основное тело патроника где она большое под гильзу и потом постепенно но как бы легче занимает свое место при досылании уже легче точно также при извлечении достаточно момент когда вы стронули гильзу вот это во многих системах можно наблюдать все дальше у вас появляется гарантированный зазор вокруг вам легко и с ней работать вам не нужно скрести ее стенки это плюс олег курский задает вопрос не приходилось ли сравнивать автомат ак-101 с калибром 556 нато и ак-74 м 545 на 39 я так понимаю олег хочет задать вопрос при одной и той же конструкции например автомате калашникова насколько будет разница принципиально в боеприпасе именно насколько боеприпас повлияет на точность либо хороший вопрос на самом деле ну на удивление мне попались коллеги принесли подарили патрон 545 на 39 в латунной гильзы от компании хорнеди который потенциально может стрелять кучнее и да он по сравнению с российским патроном стрелять лучше и да с этой точки зрения автомат ака может стрелять лучше и я даже рассказывал не раз пожалуйста смотрите наше предыдущее видео когда мы использовали автоматы к 74 в качестве марксманского оружия но давайте так принципиально в плане точности пока есть одна большая проблема эта конструкция его достаточно в принципе концепт достаточно тяжелой затворной рамы которые все качает эта конструкция когда пароховые газы давят на стенку газовой поршни и тем самым увеличивают вибрацию ствола это в любом случае будет происходить независимо от боеприпаса это врожденные так сказать генетические вещи которые пока не отнимешь то что 556 патрон своей номенклатуре имеет более высокоточные боеприпасы и за счет этого может стрелять точнее да это факт надеюсь вот ну давайте просто мухи к для это разделим вот один и второй параметр сами по себе следующий вопрос геннадий гальц-зейлер пишет для проектирования оружия необходимо иметь данные давления скорости пули по длине ствола для данного патрона ну например а к 545 на 39 где найти эти таблицы первое если вы профессионально занимаетесь проектированием оружия то у вас есть ваша организация наверняка есть доступ к этой информации и вы даже если у вас какая-то новая конструкторская бюро новое предприятие сейчас в россии в украине во многих постсоветских республиках появилось много таких частных маленьких компаний новых может быть у них нет но как организации имеющие лицензии вы всегда можете обратиться с письмом предприятие изготовителя боеприпасов они вам предоставят эти данные как правило не всегда так сказать но коллеги очень дружественно к этому относятся другой вопрос поделитесь с нами в комментариях как вы хотите использовать эти данные не теоретически вот реально как именно вы будете это использовать что если я вам скажу что в такой-то точке ствола давление я сейчас там условно две тысячи там паскалей или там тысячи паскалей что это изменит для вас именно конкретно это цифра я думаю что на практике я сейчас не знаю там страшную тайну открою на практике очень часто конструктора отталкиваются уже от имеющейся информации например арт-15 на такой-то длине ствола такое газовое отверстие и дальше исходя из этого танцуют и пытаются чуть-чуть его увеличить или чуть-чуть уменьшить то есть пользуются относительными данными они абсолютно так так работает чаще александр воробьев для штурмовой винтовки очки 416 хитлер кок производителем заявлены ресурс ствола 20000 выстрелов у автоматов серия к ресурс ствола меньше вроде как гарантированных 10000 выстрелов но не берется в расчет материал оболочки пули 5 56 медная 545 биметаллическая как вы думаете если из очки стрелять пулями с биметаллической оболочкой и заказ медной оболочки то бла-бла-бла смогут либо поменяться ресурсы во первых опять-таки страшная тайна германский концерн руак основной производитель боеприпасов военных боеприпасов на территории наверное всей европы выпускает военный боеприпас с биметаллической оболочкой ну то есть там оболочка стальная вот вам ответ так что они стреляют такими же патроны что касается ресурс автомата калашникова там ресурс менялся по годам выпуска там было несколько работ проведено по увеличению ресурса службы автомата на мой взгляд вполне вполне себе нормальный ресурс они прекрасно работают но вопрос об оболочках я вам ответил это на военном рынке они такие же сергей андреев аж три вопроса если будущее у таких систем как flux rider брюгер энтомат usw strike industries cmg и микро ронин 17 давайте объясню все эти системы это по сути попытка переодеть либо либо переодеть существующий пистолет в что-то обладающее дополнительной рукояткой может быть спереди прикладом упором плечевым для того чтобы более стабильно удерживать оружие и повысить точность либо кроме того зачастую туда же крепится различного рода уже коллиматоры фонари и еще что-то и система в целом становится тяжелее устойчивее и так далее но еще остается по баллистике остается пистолетом имеет ли смысл может быть может быть в некоторых категориях когда это действительно оправдано но если это будет оружие летчика например то чем таскать тяжелый mp5 если он будет в этом же калибре то наверное иметь пистолетную платформу в таком же калибре будет удобнее кроме того унификация по по запчастям но на уровне там государства войск наверное имела бы смысл но опять-таки вопрос в каждой конкретной стране в каждой конкретной ситуации он плавающий и обсуждали я бы просто условно сказал это не совсем я бы полностью не ставил крест на этом проекте следующий достаточно ли патрона . 32 и себе или что-то такое останавливающие действия пули и как его считать и так далее господа давайте так но тут же сравнивает по емкости сколько там патронов нужность что лучше 7 патронов 32 и себе потом поскольку чуть меньше в диаметре или 38 и себе но 6 патронов давайте поясню такую вещь 32 и себе крайне нераспространенный патрон на оружейном рынке их очень мало основной рынок среди пистолетных калибров мы обсуждали уже с на канале мусина по боеприпасам распространенным с сша основной рынок это 9 миллиметровые 9 на 19 чуть в меньшей степени 380 и степи почему они существуют 380 позволяет применять пистолета со свободным затвором автоматикой это упрощает это делает чуточку дешевле легче там и так далее в отличие от 9 на 19 уходить ниже по энергетике уже смысла нет но все равно вас свободный затвор и 380 и себе имеет смысл на самом деле для самообороны когда вы применяете не fmg пулю различного рода пули с повышенной экспансивностью в этом случае работать и заключительный вопрос у сергея андреева какой у вас любимый короткоствол какой вы считаете самый практичный давайте так у меня нет полностью любимого короткоствола и я наверно толкнусь от другого как я приобретал короткоствол меня интересовало две системы это glock 19 и zigzaur p320 по какой причине именно больше как индустриального игрока меня интересовали не с точки зрения к ним самое большое количество автомаркет аксессорис аксессуаров таких вот на вторичном рынке различных спусковых механизмов тюнингованных каких-то там приспособлений к 320 большое количество сменных просто рукояток и так далее то есть у меня с этой точки зрения больше интересовало в целом оба они достаточно вырезаны в плане надежности очень надежные аппараты вот так наверно с этой точки зрения я не спортсмен и пейсишник если бы я занимался именно как спортом наверное я бы предпочел другие пистолеты вот так надеюсь на эти вопросы я ответил ну давайте еще один вопрос чтобы мы уложились там в 45 минутный режим андрей петров пишет вопрос 1 midlands газового газа твот зачем он есть если есть карбан и раф и раф давайте поясню по мини по мере развития винтовок ар-15 было несколько систем изначально боролись по военному так сказать тендеру нужно было обеспечить достаточно высокое баллистическое решение из этого стволы на м16 применялись 20 дюймовый но достаточно длинный и и применялась условно говоря стандартная газовая тюбка или она же еще называется райфл то есть у нее она достаточно длинная и достаточно далеко расположена на стволе когда начали появляться карабины более укороченной версии м4 м4 а1 м4 а1 смешивая языке естественно при укорочении ствола если бы газотвод остался в том же самом месте то после прохождения пули этого газотвода она оставалась бы в стволе очень короткое время и за это время давление газов не успела бы достаточно разогнать затворную раму поэтому пришлось газотвод переносить чуть-чуть ближе так появилась система карбан она была рассчитана на стволы карабинные длиной 14,5 дюймов понятно дальше и появляется гражданская версия винтовки ар-15 но так не просто появляется захватывает массовый рынок и по американским требованиям стволы должны быть длиной не меньше 16 дюймов соответственно на них применяется газа газовая трубка карбайн но конструктора решили но в принципе раствор длинче мы можем чуть-чуть отодвинуть газотводную трубку но просто сделать работу чуточку мягче так появилась система midlands вот три основных системы существует еще система ну так сказать что полностью закрыть вопрос существует еще газовые трубки pistol это предельно короткие они применяются как правило они применяются как правило на коротких стволах короче чем 14 с половиной 12 дюймовые там 10 дюймовые но всякого рода вот такие краткоствольные системы их там существует три варианта по длине но они уже такие менее часто применяемые единственное где они еще применяются на длинных стволах это оружие в калибре 300 blackout дело в том что у blackout очень короткая кривая давление не очень быстро по длине ствола падает давление и поэтому если газотвод разместить где-то далеко ему будет недостаточной энергии для заряжения поэтому вот все blackout имеет очень короткие газотводные трубки надеюсь на этот вопрос я ответил и мне кажется здесь мы завершаем наше видео я постараюсь вот в завершающем видеоряде дать вам короткий так сказать резюме о чем мы сегодня говорили напоминаю вопросы оставляйте в закладке сообщества чтобы они не терялись на этом спасибо всем пока пока